Сначала периферическим зрением я увидел через улюбинатор своё отражение. Когда я подошёл ближе, чтобы рассмотреть, что именно это было, я замер от испуга. За бортом находились сотни моих клонов. Представьте себе, на вас смотрят множество ваших двойников. Я не понимал, что происходит, мне стало страшно. Этот отрывок из секретного отчёта космонавта удалось обнаружить исследователям в архивах Роскосмоса. На папке с грифом секретно не было ни имени, ни звания этого человека. Однако исследователи уверены, это не единственный документ подобного содержания. Необычные отчёты приходили после каждой экспедиции. И все видения, которые описывали космонавты, были похожи как две капли воды. Вот он летит и одновременно вдруг ощущает, что рядом летит ещё 100 аналогичных объектов. И в каждой сидит он там тоже с определённым экипажем. И все вдруг начинаются друг друга видеть. Представляете ситуацию? Получалось, что в космосе граница между нашим миром и параллельным становилась очень тонкой. У космонавтов не было галлюцинации. Они действительно видели параллельную реальность и не просто видели. Они в ней существовали. Уже армада летит к Марсу, 100 объектов, и все это в параллельных пространствах. В каждом пространстве никто не хочет отстать от передовых технологий и всё прочее. Но пока вы летели поодиночке, у вас и одиночные возможности. Если вдруг, увидев это, и у вас крыша не поехала, начинаете взаимодействовать, кооперироваться и работать как единый организм. То есть мы это называем симфония «Я». Увидев себя в параллельном мире, космонавты возвращались из орбитальных полётов совершенно подавленными. Многие после пережитого шока становились замкнутыми. И только при личной встрече с психологами некоторые рассказывали о своих странных видениях. Поначалу рассказам космонавтов не верили. Но когда учёные подняли документы и обнаружили в них десятки подобных отчётов, решили провести эксперименты и попробовать заглянуть в параллельное пространство. Мы не только догадывались о том, что происходит, но в таких вот личностных встречах нам рассказывали под, скажем так, обязательством не доводить это до сведений официальных кругов. Чтобы на Земле хоть как-то смоделировать условия иной реальности и понять, как может искажаться пространство, учёные в начале 80-х годов поставили необычный эксперимент. Они спроектировали уникальный прибор – зеркальный резонатор. На первый взгляд может показаться, что это обычная зеркальная комната. Но в ней есть одна особенность. У человека, который находится в зеркальном резонаторе, создаётся иллюзия бесконечного лабиринта. И если провести в нём некоторое время, появится ощущение, что каждое отражение живёт своей параллельной жизнью. Попадая в это пространство, в первую очередь сталкивается с большим количеством копий себя в окружающем пространстве. Это первое время шокирует, потом через некоторое время визионер, или, как мы называем, пилот, привыкает, и возникает ощущение равноценности параллельных пространств и пространство, в котором, собственно, центрально, в котором сидит пилот. Получается, что человек, сидящий в центре этой зеркальной комнаты, видит сразу множество своих «я». Но на самом деле это не просто отражение. Это многочисленные миры, в которых живёт один и тот же человек. Учёные утверждают, что именно зеркало может быть входом в параллельное пространство. Пилот отражается в этих зеркалах именно так, как этого человека видели бы со стороны другие люди. То есть я вижу себя как бы со стороны. Вот я поднимаю левую руку, и все отражения поднимают тоже левую. То есть мы начинаем работать одинаково, синхронно. Программу «Задаю я» все повторяют. Но ощущение, что работаю не я один, а работает целый коллектив. И, возможно, это не просто ощущение. Возможно, это действительно включение параллельных пространств. Когда вселенные расширяются, в ней возникают пузыри. Вот мы живём в одном из пузырей. В пузырях ситуация более или менее обычная. Там вот галактики, звёзды. А, значит, вне пузырей вот это вот очень быстрое расширение. Получается, что наша галактика состоит из множества параллельных миров, которые находятся совсем рядом друг от друга, но никогда не сталкиваются. Эту теорию впервые предложил в 1981 году американский физик Гуд Алан Харви и назвал её «космической инфляцией». Но если Вселенная непрерывно растёт, есть ли у нас шанс когда-нибудь заглянуть в параллельный мир? Этот процесс идёт как бы вечно. Вот это называется вечная инфляция. Теперь, если мы живём в этом пузырьке, мы видим его только маленькую часть. И если мы даже будем в каком-то космическом корабле двигаться со скоростью, близкой к скорости света, этот пузырёк расширяется настолько быстро, что мы всё равно не сможем догнать его границы. То есть мы никак из своего пузыря выйти не можем. Но если человеку пока не под силу переместиться в иную реальность, возможность заглянуть в неё у нас есть. И подтверждение тому десятки отчётов космонавтов, которые во время полётов видели своих многочисленных двойников. Получается, что во Вселенной действительно существуют параллельные миры, и вход в другую реальность находится где-то в космосе. Чёрные дыры могут быть входы в них, вот давать эти возможные переходы между очень удалёнными частями, разделёнными огромным пространством. Астрономы считают, что чёрные дыры — это остатки массивных звёзд. Они существуют только в космическом пространстве, и на Земле их быть просто не можешь. Поэтому нет возможности досконально изучить эти необъяснимые объекты. Хотя кое-что физики уже выяснили. Чёрные дыры поглощают всё, даже солнечный свет, и за счёт этого значительно разрастаются. Но что происходит внутри чёрной дыры, не знает никто. Так, возможно, чёрные дыры и есть двери в иные миры, о которых говорят физики. Вблизи, когда вы подходите к чёрной дыре, значит, вы, в принципе, могли бы туда пройти, да, если бы вы могли пройти, нырнуть туда, вы бы вышли в другой мир. Но оттуда и из другого мира обратно вернуться не сможете. Получается, что пройдя границу чёрной дыры, человеку даётся шанс увидеть параллельный мир, но этот переход навсегда лишает его возможности вернуться в свою реальность. Но если чёрные дыры действительно те самые двери, то почему они находятся за миллионы километров в космосе? Быть может, это способ охраны своих границ? Ведь учёные не знают, что именно происходит за видимой границей чёрной дыры. Возможно, там миры, которые населяют существа, очень похожие на людей. И они считают, что реальность, в которой они живут, единственно возможная. Есть в центрах галактики очень большие чёрные дыры. Если туда прыгнуть, ну, будет у вас какое-то время, когда вы не будете ещё ничего необычного ощущать. Но контакт с внешним миром полностью будет потерян. То есть, поэтому сказать, как время течёт, вот если я скажу, я спрошу, а что вы в это время делаете в чёрной дыре? Ну, это нельзя сказать, потому что часы нельзя сверить никак. Это как бы времена отдельные. Это значит, что в одной реальности время течёт по-другому или его вообще не существует. Учёные предполагают, что если вы попадёте в чёрную дыру, то будет казаться, что ваши движения сильно ускорились. Вы сможете мгновенно поднять руку и передвигаться очень быстро, практически со скоростью ветра. При этом со стороны будет ощущение, что вы движетесь словно в замедленной плёнке. Поэтому физики пришли к выводу, что время там значительно отстаёт от скорости. То есть, я вот иду, размахиваю часами. Оказывается, они отстают. Вы скажете, какая ерунда. Но они отстают так ненамного, что я, конечно, этого не замечаю. Чтобы опытным путём проверить, что скорость действительно может опережать время, учёные в начале 80-х годов поставили уникальный эксперимент с часами. Сверхточные часы были помещены на Боинг. С дозаправкой он совершил кругосветный облёт. Вторые эталонные часы самой высокой точности установили в аэропорту. Время на них шло абсолютно синхронно с часами, которые были на борту Боинга. Оказалось, что эти часы отстали, которые были на борту. Отстали там на какие-то миллиардные доли секунды, но отстали. А если разогнать по приличной скорости, то тогда отставание может быть очень заметным. И вы можете путешествовать к звёздам с околосветовой скоростью, ну, скажем, до Альфа Центавра 4 года. Значит, что же такое? Если скорость близка к скорости света 4 года туда, 4 года обратно, 8 лет, да? Ну и пару дней там надо побыть. Получается, что путешествие в параллельный мир возможно. Вот только из-за того, что в чёрной дыре скорость сильно опережает время, а на Земле эти понятия существуют параллельно, путешественник никогда не сможет вернуться в свою реальность. Потому что для человека, который отправится в подобную поездку, пройдёт, к примеру, 3 дня. Тогда как на самом деле на планете пройдут миллионы лет. Потому что его время замедлилось в зависимости от скорости. Те, кто ушли к звёздам, они могут путешествовать по разным галактикам, Вселенным с околосветовыми скоростями, но они никогда не вернутся на Землю, потому что пройдут миллионы лет. Они же, у них часы замедленные, а здесь идут нормальные секунды. Но всё же у человечества есть шанс заглянуть в параллельную реальность. По мнению учёных, во Вселенной существуют места, где границы миров истончаются до такой степени, что у любого из нас появляется возможность увидеть сразу все многочисленные пространства иной реальности. Учёные уверены, человек обладает уникальной способностью путешествовать в параллельные миры. Одну из таких возможностей описал в своих работах физик Юрий Иванов. По мнению учёного, существуют макро- и микромиры. И чтобы попасть в уменьшенную копию нашей реальности, человеку необходимо уменьшиться в несколько десятков раз. Ниоткуда не прилетая, не улетая, а вот здесь раз утонули в миллион раз и попали в какой-то мир, где время идёт, то есть частота, в миллион раз быстрее. Макро-мир – это люди, животные, дома, деревья, всё то, что человек может видеть. А микро-мир – это мир в миллионы раз меньше нашего. В нём протекают свои процессы и существуют свои законы. По большому счёту, этих реальностей может быть великое множество. То есть главный успех физики XX века был в том, что были проведены эксперименты и сделаны теоретические обобщения по квантово-механическим процессам. То есть жители квантового мира, то есть микромира, по заявлениям физиками, которые сейчас являются почти догмой, элементы квантового мира существуют в параллельных пространствах сами по себе. Это связано с тем, что невозможно одновременно частицу замерить в данной точке. Она может существовать одновременно в нескольких точках. То же самое касается волны. Поэтому такое немножко вульгарное определение, что микро-мир существует во множестве параллельных пространств. Получается, что устройство нашего пространства и параллельных миров можно сравнить с матрёшкой, в которой одна в другую умещаются реальности. И каждая последующая меньше предыдущей. Микрореальность. У вас есть некие сущности, которые нам не даны через наши органы чувств. Но это было бы странно, мы микрочастицу не видим. И бояться этого не стоит. А вот контакт с нашей реальностью, макроскопической, он как бы проецирует вот эту вот сложную для нас реальность сюда, в этот мир. Микро- и макромир связывают невидимые волны, которые и могут стать проводниками в иную реальность. Если представить, что человек уменьшится в сто раз, то он с помощью волновых колебаний сможет легко передвигаться по многочисленным микрогранулам, из которых состоит наша реальность. Представим себе такую ситуацию, что вот какой-то объект чистоземной, он имеет частотные параметры на уровне атомов, молекул и так далее. Некие частотные параметры, с помощью которых его можно отличить от другого объекта. И вот представим себе, что мы научились эти частотные параметры искусственно изменять. То есть берем и искусственным образом увеличиваем частоту колебаний атомов, протонов, ну и так далее. Увеличиваем, к примеру, в сто раз. Вот увеличили и все. Это означает, что этот объект уменьшится в размерах в сто раз. Когда путешественник достигнет нужного места при помощи специальных технологий, он вновь искусственно уменьшит частоту колебаний атомов и таким образом снова станет нормальных размеров. Если подобные технологии станут реальностью, то они откроют нам совершенно фантастические возможности. И это будет означать, что человек сможет легко путешествовать в параллельное пространство. Если мы научимся этими параметрами играть, то я думаю, что многие из тех эффектов, которые я перечислил, они будут нам доступны в ближайшее время. То есть в том числе антиотяготение и перемещение в космосе без нереактивных способов. Способов проникнуть в параллельный мир множество, уверены ученые. Но человек очень часто не отдает себе отчета в том, что границы между мирами истончились, и у него появилась возможность заглянуть в иное пространство. Такими уникальными способностями обладают кошки, которые могут наблюдать параллельные миры постоянно. Кошки часто вроде бы видят что-то такое, что и в нашем мире, и где-то еще рядышком, а мы это не видим. И это не касается там широты зрения, то есть ультрафиолет, инфракрасный, а именно что-то сущностное они видят. То есть какой-то мир, который близко соприкасается с нашим миром. То есть они как бы существуют, живут в двух мирах, эти кошки. Вот именно этим они славятся как друзья человека, то, что они как бы каким-то образом взаимодействуют с этим параллельным миром, ну, производят ряд функций, которые до сих пор, вообще говоря, ни биологам, ни психологам не очень понятны, хотя обыватели, кто имеет котов, они прекрасно в этом ориентируются. Человек чаще всего открытый портал принимает за галлюцинации. Но то, что некоторые примут за плод своей фантазии, на самом деле дверь в иную реальность. Просто мозг на некоторое время начинает воспринимать открытые границы параллельного мира, а значит, человек может видеть другие реальности. Все, что происходит с восприятием, с восприятием окружающего, восприятие личности, это все продукт головного мозга, это все, так сказать, идет во взаимоотношениях межполушарных. И правополушарные поражения, в частности, правой височной доли, это идет поражение и изменение восприятия окружающего мира. В таком случае, человек может видеть слуховые или зрительные образы. При этом для него эти образы совершенно реальны, тогда как для всех остальных их не существует. Или же второй вариант, обратно этому положению, никогда не виден. Хотя ситуация происходит в реальности, но больной отмечает, что этого никогда не было, что такое, так сказать, не происходило. Опять же, здесь может быть такое состояние, как деперсонализация и дереализация. Деперсонализация – это когда больной или пациент, он не считает себя, так сказать, вот тем, чем он есть. Получается, что человек живет сразу в нескольких реальностях и может легко переходить из одного мира в другой. Этот феномен ученые назвали синдром матрешки. Интересно, что для самого человека эти реальности никогда не пересекаются. Проживая две жизни одновременно, человек не помнит своего прожитого опыта в параллельном мире. Для него она настолько актуальна, что он не может изменить никак представление о ней и подчиняется этим галлюцинациям. Но что, если человек просто видит множество своих двойников, живущих в параллельных мирах? Это бы объясняло тот факт, что в его памяти не остается никакой информации о прожитом опыте. Что если кто-то, нарочно закрывая за нами портал в параллельный мир, стирает из памяти все воспоминания? Сейчас вы видите, что в одном углу комнаты стоит великан, а в другом карлик. Но на самом деле эти люди абсолютно одинакового роста. И даже если поместить в эту комнату муху и слона, то слон будет казаться мухой, а муха слоном. На первый взгляд это обычная комната кривых зеркал. Но на самом деле это помещение не прямоугольной формы. Это необычно сконструированное пространство, которое еще в 1946 году создал психолог Адельберт Эймс. По поводу иллюзий оптических глаза дают точную информацию, абсолютно точную. Однако информация потом обрабатывает мозг, соответственно. то есть некая программа и пытается не извлечь информацию. И на стадии обработки мозгом возникают некие иллюзии. Оказывается, что человек воспринимает окружающую его реальность так, как видит ее наш мозг. Это означает, что человек воспринимает мир субъективно. И если, к примеру, вы видите какой-то объект, то это совсем не значит, что он существует в реальности. Стало быть, мозг, принимая информацию о путешествиях в параллельные миры, может трактовать ее совсем по-другому. А все потому, что он настроен отображать реальность в определенном виде. Но кто установил именно эти настройки? И может ли человек их изменить? Собаки и кошки видят мир по-другому. Они заточены под какие-то другие задачи. Скажем, собака видит мир в черно-белом цвете, зато она видит сотни оттенков серого. Да, она и хорошо видит ночью. Это связано с неким предназначением того или иного биологического вида. Но человек имеет достаточно сложную структуру мозга, который, на мой взгляд, является неким приемопередающим устройством. И он просто декодирует те сигналы, которые поступают к нам извне, в какую-то некую картинку. Но кто отправляет человеку эти сигналы? Быть может, наши двойники из параллельных миров тоже хотят вступить в контакт с человечеством. И то, что мы принимаем за игру воображения и галлюцинации, на самом деле сигналы из иной реальности. Если это действительно так, то возникает самый главный вопрос. Кто мешает человеку общаться с параллельными мирами? Создатель? Высший разум? Но отчего он предостерегает человечество? Быть может, от того, что на самом деле нас с вами не существует? И наш мир умело составленная цифровая программа? В 2002 году американские ученые создали телескоп под названием Гео-600. Его задача была обнаружить те места во Вселенной, где соприкасаются параллельные миры. Но для этого ученым было необходимо обнаружить гравитационные волны. Единственное, что, по их мнению, связывало между собой параллельные реальности. Эксперимент продолжался 7 лет, и в 2009 году физики получили сенсационный результат. Им удалось найти гравитационные волны, а значит, доказать существование параллельных миров. Они, в принципе, доказали, основываясь на работе прибора Гео-600, о том, что мир это некая двумерная пластинка, которая состоит, на которой нанесено некие мельчайшие зерна. Эти зерна и есть параллельные миры. И в одном из них живет современное человечество. Но сколько во Вселенной таких реальностей? Представьте себе объем, разобьете на маленькие кубики. Кубиков там будет намного больше, чем количество кубиков на поверхности. То есть, казалось бы, информация, которая может содержаться в объеме, больше, чем та, что на поверхности. Представить, как устроено пространство и сама Вселенная возможно. Достаточно вывести на экран компьютера обычную фотографию. Если начать ее увеличивать, то на ней появится множество пикселей. Из подобных квадратов, но только уже объемных 3D-квадратов, и состоит пространство. Все это напоминает трехмерную голограмму, то есть, объемную цифровую картинку. Все, что происходит в виде трехмерного пространства, может легко быть уложено в некое двухмерное пространство. На этом покоится или там базируется теорема о том, что наша Вселенная это некая гигантская голограмма. Дэвид Бом основоположник этой теории. Дэвид Бом был убежден, что весь мир состоит не из ширины, высоты и длины, как мы привыкли думать, а только из двух составляющих. Например, ширины и высоты. То есть, третья составляющая нашего пространства является лишь иллюзией нашим субъективным видением. А значит, наш мир на самом деле абсолютно плоский. На некой двумерной плоскости при определенном освещении или при определенных лучах, которые могут связываться с реликтовым излучением Вселенной или с излучением, которое идет из дальнего космоса, от каких-то там пульсаров, квазаров. А может быть, это просто свет Солнца, нашей звезды ближайшей. Из этой двумерной пластинки начинает формироваться трехмерная объемная картинка. И все то, что мы видим, это всего лишь некая фикция, которая проистекает из нашего способа видения этого мира. Другими словами, мы живем в абсолютно плоском мире, и объема не существует. Все окружающее нас, и мы сами становимся объемными лишь потому, что кто-то подсвечивает наш мир извне. То есть, наша реальность это всего лишь игра солнечных зайчиков. Быть может, все, что нас окружает, лишь иллюзия, и мы сами не существуем. У человека естественно восприятие идет по всем анализаторам. То есть, в коре головного мозга есть анализаторы. Это и тактильные чувствительности, это слуховые анализаторы, это обонятельные анализаторы, вот это вкусовые. Чаще всего человек воспринимает мир, используя несколько органов чувств. Мы видим, слышим этот мир, можем потрогать предметы, попробовать на вкус. Но что, если даже после этого у нас формируется неверное представление о реальности? Ведь зачастую мы принимаем за действительность то, чего на самом деле нет. Когда человек одевает некий шлем и погружается в компьютерную игру, а сейчас такие игры уже созданы, которые вообще не совсем адекватно подают реальность, у него возникает ощущение, что он может превратиться в электрон, полететь со скоростью света на другой конец, приземлиться на земле на какой-то там чужой или там повисеть в космосе вверх ногами. Человеку хочется обладать сверхвозможностями, уметь летать, изменять будущее и даже путешествовать на другие планеты. Именно поэтому мы с удовольствием обманываемся, погружаясь в очередную компьютерную реальность. В 2011 году швейцарские ученые провели уникальный эксперимент. Добровольца положили на кушетку, надели специальные очки, а на соседней кушетке разместили макет его тела. Полную копию, но только в несколько раз уменьшенную. Над манекеном ученые установили несколько камер. На очки стали транслировать объемные изображения манекена. Получилось, что лежащий смотрел на свои ноги, а видел ноги манекена. Мозг, получая такую информацию через аудиовизуальные очки или шлем, начинает воссоздавать некую систему, которая совершенно не существует в реальности. Доброволец, глядя на туловище куклы, воспринимал его как свое собственное. Получилось, что он не только видел, как прикасались к маленькому телу куклы, но и ощущал это. Таким образом, у него складывалось полное впечатление того, что он лилипуд. Наш мозг приспособлен видеть только одну реальность, и именно в этом вся загвоздка. То есть, это главное объяснение, которое сейчас дают физики, что при наличии громадного количества параллельных реальностей в нашем мире, мы, как субъекты, воспринимаем только одну из этих реальностей. Результат эксперимента показал, что даже с помощью простых приспособлений можно создать самую замысловатую иллюзию, или же совсем подменить ощущение реальности. Чтобы человек объективно оценивал действительность, его с самого рождения учит воспринимать окружающий мир. Родители объясняют ребенку, что этот предмет красного цвета, а не черного. А это именно яблоко, а не какой-то другой фрукт. Но что, если мы все ошибаемся? И на основе вот этих восприятий уже формируются такие понятия, как представление, когда этот субъект может определять вот белое, это имеет отношение к чему? Допустим, мягкое белое, там это мех какой-то, это жесткое, это значит уже там, ну допустим, мел. Но это не означает, что все предметы окружающего мира являются именно такими, какими их видит человек. Ведь человек, видя радугу, может назвать все семь цветов, из которых она состоит. Но на самом деле у радуги нет цветов. И самой радуги тоже нет. Мало кто задумывается, что на самом деле радуга не имеет цветов. Она имеет просто некие частотные параметры в некотором объеме пространства или в некотором месте пространства. Наш мозг через органы чувств воспринимает эти параметры, и конвертирует их в некую удобочитаемую форму, ну в виде цветов, в виде картинок. То, что мы воспринимаем как цвет, это всего лишь результат переломления света, который может изменяться под воздействием окружающей среды. Например, из-за погодных условий или времени суток. Ведь известно, что все кошки ночью одного цвета, серого. А солнечный свет на самом деле голубой, а не желтый, как мы привыкли думать. А это может означать, что реальности вовсе не существует. Что значит реальность? Если вы хотите меня спросить, существует ли она вне нашего сознания, я бесспорно скажу, что да. Но мы являемся частью реальности. Поэтому в какой-то степени мы воздействуем, исследуем реальность, меняем. Действительно, человек может менять свою реальность, срубить дерево или наоборот вырастить его. Но изменить законы природы ему не под силу. Именно поэтому может оказаться, что мы живем в искусственном мире в рамках созданного проекта и действуем по его правилам, которые были придуманы специально для нас. Нельзя быть в матрице и не испытывать ее законов. Поэтому, когда мы находимся в этом мире объективном для нас, то мы признаем те законы физические, которые действуют. Действительно ли мы все являемся лишь элементами матрицы, пытаются понять американские ученые. В 2001 году сотрудники Центра астрофизических исследований в лаборатории имени Ферми заявили, что совсем скоро представят миру уникальное устройство, которое позволит определить, не является ли окружающая нас реальность иллюзией. Вот так выглядит уникальный прибор под названием голометр. Принцип работы аппарата пока держится в строгом секрете, но известно, что голометр позволит увидеть, каким образом устроена не только наша реальность, но и параллельные миры. я не могу доказать, например, что вы не результат моего, так сказать, изображения, что вы мне просто приснились и так далее. Нет, доказать этого нельзя, но единственный способ, каким мы пока что можем понять мир и закономерности, которые мы видим, это предположил, что он реально существует и что другие люди такие воспринимают его примерно так же, как и мы. Над тем, как разные люди воспринимают реальность, в 1982 году задумался французский ученый Алан Аспект. Он провел эксперименты и сделал сенсационное открытие. Человеческая мысль может передаваться со скоростью света. Таким образом, ученый объяснил феномен телепатических и электросенсорных способностей, которыми обладают некоторые люди. Необъяснимые телепатические и экстрасенсорные способности сумел объяснить французский физик Алан Аспект. Все дело в том, что информация, как элементарная частица, материальная и может передаваться на каком угодно расстоянии. А это значит, что мысль, посланная например, из Африки за доли секунды достигнет другого конца Земли. Свойства этой частицы в точности будут заданы характеристиками, которые мы здесь создали, измерили, через дефис, в точности. А расстояние между ними будет таково, что сигнал, допустим, это был бы сигнал, что он просто не успел бы туда дойти. Значит, это действительно в кавычках, опять же, распространение информации со скоростью больше света. Исходя из этой теории, все мы обладаем телепатическими способностями. Вспомните, когда вы думаете о том, что вам должен позвонить друг, и совершенно неожиданно в эту же секунду раздается телефонный звонок. Феномен одновременной мысли и действия зафиксировал еще швейцарский психиатр Карл Густав Юнг. Причем задолго до того, как о нем стали говорить физики. Психиатр назвал этот эффект временным синхронизмом. Как утверждал сам Юнг, подобный временной парадокс одновременного действия и мысли случается абсолютно с каждым. Получается, что наша психика в некотором смысле квантово-подобна. то есть наше сознание это не есть там продукт нашего только мозга или функции нашего мозга. Но оно обладает неким трансперсональным началом. Сегодня это достаточно надежно установлено не только в отношении человеческой как бы психики. Однажды на небольшом острове Кодзима в Японии группа ученых провела уникальный эксперимент. Они поделили обезьян населяющих остров на две группы и изолировали их друг от друга. Более того, исследователи расселили макак таким образом, чтобы они не могли видеть друг друга даже издали. В течение долгого времени ученые подкармливали приматов сладким картофелем. Когда обезьяны привыкли к вкусному угощению, то ученые стали бросать картофель в песок. И обезьянки соответственно его ели, хрустели этим песком не очень приятные. Некоторое время макаки употребляли картофель вместе с песком, пока одна самка не догадалась перед тем, как съесть очередную картофелину, промыть ее в водоеме. и довольно быстро стали обучать своих соплеменников. Так вот, условно говоря, когда количество особей, освоивших навык мытья картошки, достигло условной цифры 100, как пожар на соседних островах, этот навык стал воспроизводиться. Даже не то, что кто-то их обучал, а вот так, словно бы, это было достояние всего племени этих обезьян. Две группы обезьян, находясь на большом расстоянии друг от друга, лишенные всякого контакта, научились промывать картофель одновременно. Этот сенсационный эксперимент ученые назвали феноменом сотой обезьяны. Получалось, что по каким-то неизвестным нам энергетическим каналам две группы обезьян обменивались информацией. Существует своеобразная видовая, племенная, родовая, если угодно, среда, в которой возможна передача опыта, навыка или информации, как мы сегодня говорим, вот без прямого контакта. Получается, что все мы с самого рождения обладаем телепатическими способностями. Быть может, в резерве нашего организма есть много способностей, о которых мы пока даже не догадываемся. И, возможно, каждый из нас способен легко совершать путешествия в параллельной реальности. К тому же исследователи обнаружили место, откуда эти путешествия становятся возможными. В старину ее называли русской бастилией. В Российской империи это была самая страшная тюрьма, из которой не было совершено ни одного побега. Но не только этим славилась Шлиссельбургская крепость. Писатель Сергей Синельников утверждает, все узники крепости занимались изучением других временных пространств и могли путешествовать в параллельные миры. У нас был такой ученый Николай Морозов, отсидевший огромное количество времени в Шлиссельбургской крепости, как на родоволец, который именно там начал заниматься изучением шестого измерения. То есть, он говорил, что время, оно не имеет такого векторного понятия из прошлого в будущее, а оно имеет так же, как и все, три измерения. То есть, из прошлого в будущее, потом назад в прошлое, обратное течение времени, обратный вектор, и, скажем так, перескакивание в параллельных временных мирах. У крепости было много загадок. Одна из них заключалась в том, что если в ее стены попадал больной человек, через несколько недель он непременно выздоравливал. Вера Фигнер попала туда харкая кровью, то есть, практически на последней стадии туберкулеза. А сам Николай Морозов туда попал, его внесли на руках. Но вскоре заключенные пошли на поправку. В чем же был секрет необычной тюрьмы? Быть может в том, что ее заключенные могли путешествовать во времени и проникать в иные миры? Тайна этой вечной молодости заключалась в том, что он открывал возможность путешествия во времени, во времени и в параллельных мирах. Получается, что заключенные обнаружили вход в иные пространства и могли свободно по ним путешествовать. Подтверждением этому может быть тот факт, что заключенные странным образом молодели и вылечивались от недугов. И офицер, майор Валерьян Лукасинский. Заточение он провел 46 лет и все это время искал возможность путешествовать в иные реальности. Лукасинский поэтому прожил 37 лет, в общем-то его спрятал в стенах Шлиссельбургской крепости и в общем могила его не найдена и непонятно куда он делся. Опять же по этой легенде считается, что он ушел в эти параллельные миры. Но при этом он оставил тайну узникам Шлиссельбурга и она передавалась из уст в уста. По мнению исследователей Лукасинский понял, что путешествия в иные миры возможны благодаря географическому расположению Шлиссельбургской крепости. Дело в том, что тюрьма находилась у самых истоков Невы и со всех сторон была окружена водой. Возможно остров, на котором была построена крепость находился на стыке временных порталов в том месте, где грани между мирами стираются. Именно поэтому путешествия стали возможными. С точки зрения искривления пространства, то мы живем в своей реальности, а кто-то параллельно живет в такой же реальности, но в параллельной. И если эти реальности, как говорится, закручиваются, и наше время, наша реальность всегда повернута к нам одной стороной. Задача, ну скажем, науки или не науки, а мистики попытаться заглянуть как луноход на другую сторону Луны, посмотреть, что у него с другой стороны. Получается, что путешествия в параллельные миры возможны, и, быть может, в ближайшее время человек действительно откроет механизм перемещения в пространстве. И тогда окажется, что наша реальность многократно отражается во Вселенной, и помимо нашего существует еще множество миров. А значит, человек не уникален. И в параллельном мире есть точно такая же реальность с точно такими же людьми. Но ведь может случиться и так, что все краски, из которых состоит наш мир, лишь игра человеческого воображения. И в реальности нас с вами не существует. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok